Добрый вечер всем! Сегодня у нас небольшой семинар, приуроченный к курсу нашему по АЯКС или АДЖАКС. Кому как нравится, мне нравится АЯКС. На всякий случай, то, о чем я буду говорить, пригодится, естественно, тем, кто был на этом курсе, поскольку эта тема там не рассматривается. Будем сейчас дополнительно. Ну, а те, кто еще не был, но думают идти и идти, думаю, вам это будет тоже интересно. О чем у нас сегодня пойдет разговор? АЯКС – это подход. Обратите внимание, то есть техника – это не какая-то технология со своей присущей, как и любой другой технологией, спецификацией. Это просто банальный подход к работе, к обмену информацией между клиентом, в роли которого выступает браузер, и веб-сервером. Основная идея такова, чтобы при этом не осуществлялась перезагрузка страницей. То есть страница единый раз подгружена, а все остальное берет на себя JavaScript, который в фоновом режиме соединяется с веб-сервером, посылает туда запросы, получает ответы. И, как я уже сказал, сама страница не трогается. И тут у нас есть одна проблема, те, кто был на курсе, знают, что мы не можем посылать запросы просто так. То есть мы можем, конечно, посылать, мы просто так не можем посылать запросы на сервер, чей домен отличается от нашего. То есть у нас для этого должно быть специальное разрешение. Тем не менее, очень много сейчас всевозможных сервисов, служб и Twitter, и Facebook, там и Last.fm, и много-много можно перечислять, которые предлагают свои API для того, чтобы можно было с ними коммуницировать. Но не всегда мы это можем сделать. Например, давайте посмотрим пример. У нас есть, у меня здесь, для примера, есть файл AJAX.js. В нем осуществляется стандартная процедура создания XML-HTPR-реквест объекта. Плюс там же описана одноименная функция AJAX, которая получает URL-адрес и возвращает в виде простого текста, то есть с помощью свойства response-text, то, что возвращает сервер. То есть все достаточно простое. Скажем так, это ровно то, чем мы занимаемся буквально там на первом занятии курса AJAX. Вот здесь у меня HTML-файл, в который я подключаю мой JavaScript. Еще раз говорю, там ничего интересного, там создается реквест и банальная функция, которая исполняет абсолютно стандартные операции, ничего более. Но тут ситуация какова. Есть такой сервис, например, как пример, я сейчас именно на примере этого сервиса буду все показывать, который называется Flickr. Flickr.com, занимается картинками, и у него есть свой API, тоже интерфейс, который позволяет по тем или иным запросам получать результат. Например, если мы, сейчас я вам покажу, если передать вот такой адрес, обратите внимание, адрес API Flickr.com, далее служебные, сервисов, фит и так далее, и так далее. Вот, и передать какой-то конкретный тег, тег Scars у меня, я попросил об автомобилях. То этот самый сервис Flickr, он возвращает нам набор картинок, посвященный автомобилем, заголовками, с описанием и прочее, 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 прочее. По умолчанию, по умолчанию, естественно, это возвращается в виде XML. То есть, если мы сейчас просмотрим код XML. того, что она возвратилась, мы увидим, что это не что иное, как XML, стандартный и обычный. Ну, поскольку я это запустил в браузере Internet Explorer, Internet Explorer позиционирует себя не только как браузер обычный, но и как читалка RSS, скажем так, да, как агрегатор RSS, поэтому он не показывает содержимое XML, а применяет к нему соответствующий стиль для того, чтобы человек мог читать. То же самое можно сделать и с помощью Firefox, потому что Firefox тоже позиционирует себя как читалка. А вот, например, браузер Google, хромовский, он не позиционирует себя читалкой, поэтому если там это все запустить, он просто вывалит голый XML вот такого вида. Вот вы видите, да, то, что мы получили. Соответственно, передо мной стоит задача какая? Я, конечно же, что я хочу? Я хочу получить вот этот самый текст в любом, собственно, формате на самом деле, чтобы уже вот такую красоту представить, так как я хочу, своими руками. Я могу воспользоваться, то есть попробую воспользоваться штатными средствами, так как мы это сделали, да. То есть я, предположим, да, я сделаю здесь себе кнопочку, банальную кнопочку. Мы будем пошагово все, чтобы было понятно, что откуда взялось. На кнопочку мы повесим обработчик события onclick. Назовем, наверное, вот таким вот образом. Назовем нашу функцию, которую мы будем тут вызывать. И опишем банальный, опять же, примитивный скрипт, банальный примитивный скрипт, в котором будет дергаться эта самая функция. Давайте мы здесь сделаем вот так. Сюда мы передадим вот абсолютно этот адрес, который у меня здесь в браузере. Вот он. Так. И Сделаем следующее, да. Как я уже сказал, в этом файле у меня происходит все необходимое для того, чтобы создался объект XT переквест. И Там же есть функция AJAX, которая просто-напросто, я ее описал, которая принимает URL и, как я уже сказал, возвращает банальное текстовое содержимое. То есть даже не в виде XML, да, имеется в виду не DOM документ, а просто банально XML, конечно же, но в виде текста. Видите, пробуем, пробуем это дело сделать, пробуем сделать, вот у меня AJAX. Я запускаю мою страничку, открываю инструмент веб-мастеров, чтобы увидеть, что тут будет написано, консоль, конечно же, да. Нажимаю на кнопочку «Мою запрос», вот, и вижу, что у меня все плохо. На самом деле это можно сделать в любом браузере. Я специально, на самом деле, использую Internet Explorer, даже не AJA, который совершеннее его, это Internet Explorer 11. Зачем я его использую? Чтобы вы видели, что все, даже здесь это работает, да. Чтобы не было так, что вот я использую последние браузеры, что называется, вот сегодняшнего дня, а вот то, что было вчера, там как-то надо по-другому. Нет, здесь все то же самое. И мы видим, что здесь у нас как раз и приходит стандартнейшая ошибка, то есть это не ошибка, конечно, да. Нам говорят, что запрещено обращение в связи с тем, что у нас не совпадают домены. Мой, ну, у меня тут 127.001, порт 5500, предположим, да, а там, соответственно, домен другой, все, этого сделать нельзя. Понятно, выкрутиться можно, фликер может послать соответствующие заголовки, которые нужны, но не всегда это возможно, и возникает вопрос, что делать. Тут у нас следующая ситуация происходит. Дело в том, что, как и многие службы современные, фликер может отдавать свои данные не только в виде XML, но и в виде формата JSON. В виде формата JSON. Для того, чтобы передать то же самое в виде формата JSON, надо всего лишь навсего здесь вот в этом URL, сейчас я вам покажу, вот здесь. Здесь просто-напросто дописать еще один параметр формат JSON. JSON, да, но понятно, что если я сейчас запущу, то мне это тоже мало поможет, потому что у нас произошла ошибка, мы не смогли получить данные не потому, что формат какой-то не такой, а просто потому, что у нас наши клиенты, наш сервер используют разные хосты. Да, у нас еще и не только разные хосты, мы еще и порты используем разные. Тогда вопрос, чем нам может помочь этот формат JSON? Может помочь он следующим. Дело в том, что тут только единственное, надо понимать одну маленькую вещь. Дело в том, что многие неправильно трактуют понятие AJAX. Ну, собственно, мы об этом на нашем курсе говорим, да. И у многих есть неправильное понимание, что AJAX это когда Яваскрипт использует вполне себе конкретный объект XML-HT-перекрест. А если якобы это не используется, то это уже не AJAX. Это, конечно, глупость большая, потому что сама по себе аббревиатура AJAX означает асинхронный Яваскрипт и and XML. Поэтому если считать, что если там нет объекта XML-HT-перекрест, это не AJAX, тогда можно считать, что если XML мы не получаем, то это тоже не AJAX. Хотя многие используют его для того, чтобы и передавать, и получать, и тот же самый JSON, и обычный текст, и какие-то другие форматы. Поэтому, как я уже сказал, сама по себе аббревиатура, сам подход AJAX, он состоит только лишь в том, что у нас наша страница нашего браузера банально не перегружается. А что там внутри у нас используется какой-то скрипт, который сам без нашего участия, точнее, без участия, наверное, да, браузера в фоновом режиме общается с веб-сервером. И что мы, друзья мои, что мы с этого имеем? А имеем мы вот что. Поскольку Яваскрипт у нас никто не отменял, никто не отменял, то посмотрите, какая у нас есть ситуация. Если у Flickr запросить вот это дело таким вот образом, то он возвращает в формат JSON. Ну, сейчас он, если же ему дополнительно здесь добавить параметр, сейчас он, кстати, его не обязательно добавлять, но лучше добавить, который называется JSON callback. JSON callback, то у нас возвращается не просто JSON, обратите внимание, а возвращается, сейчас мы запустим это дело здесь. Обратите внимание, у нас возвращается действительно JSON, вот он. Но посмотрите, как он выглядит. Это объект, то есть весь целиком контент в объекте. Однако сам JSON является ничем иным, как параметром, который передается в некую функцию JSON Flickr Feed. То есть нам возвращается, еще раз, чтобы было понятно, нам возвращается строка вот такого вида, вот такого вида, где описана некая функция JSON Flickr Feed. Причем ее вызов, не описана функция, а вызов функции, и у которой в качестве аргумента передается этот самый JSON объект. Да? То есть нам готовый фактически Java Script. Вот такой подход, когда нам обратно возвращается не чистый в виде текста JSON объект, а в качестве параметра какой-либо функции, этот подход называется такая JSON, использование JSON P, P-Panding. Это такая надстройка, обертка над стандартным форматом JSON. То есть это даже, это нельзя называть каким-то форматом, да? Это просто способ передачи, передачи объекта в формате JSON на клиент. На клиент. Что нам это дает? А дает нам это следующее. Мы видим, что если мы получаем строку вот такого вида, то есть фактически вызов функции, то мы его, мы можем эту функцию спокойно запустить. То есть она фактически получается запускаемая. Главное, чтобы она у нас была. Вот. Вопрос. Как это сделать? А сделать это очень просто. Только единственное, для этого нам нужно произвести небольшое исследование. Друзья, а исследование мы проведем вот какое, потому что здесь тоже на самом деле не все так просто. Я сейчас создам файл demo.js. Вот он, demo.js, в котором опишу простую функцию, которую так и назову demo, которая будет просто-напросто выводить в консоль, выводить в консоль какое-то сообщение. Например, скрипт. Скрипт загружен и исполнен. И исполнен. Что очень важно, что он не только загружается, но и исполняется. И здесь же мы эту функцию вызовем. То есть понятно, что я ожидаю, что при загрузке этого файла вызовется эта функция, и я получу вот эту прямо внутри моей консоль. Так, теперь я создам файл, который буду запускать в браузере demo.html, в котором банально подключу этот скрипт. Вот он подключается у меня. Он здесь у меня лежит, понятно. Раз плюс, для сравнения, чтобы мы видели разницу, как обрабатывает то, что мы хотим JavaScript. Я здесь создам картиночку с каким-то именем. У меня такого нет файла, понятно, это будет битая картинка. Здесь нет смысла, главное, чтобы что-то было. Главное, чтобы что-то было. Плюс я здесь создам пару кнопочек, таких же, как вот здесь. Давайте, раз, кнопка. Назовем ее get... Даже назовем ее так, set, set, set image, image. Это будет у нас картинка. Картинка. И вторая кнопочка, это будет set script. Set script. Это будет у нас, соответственно, скрипт загружаться. Скрипт загружаться. Теперь мы здесь опишем кусочек скрипта, который будет представлять из себя эти две, собственно говоря, функции, set image и set script, которые будут делать вот что. Первая будет загружать динамически, да? Новую картинку. Понятно, да? Я здесь выбираю картинку, она у меня ровно одна. И я ей присваиваю что-то. Ну, опять же, тот же самый. И точно такая же функция у нас будет, которая будет называться set, как я уже сказал, script. Скрипт. Которая тоже самое, только выбирает скрипт. скрипт и присваивает ему demo.js. Вот так. Согласны? Идем сюда и смотрим, что у нас здесь получилось. Обратите внимание. Итак, изначально я сейчас загружаю файл demo.html. Я не нажимаю никакие кнопки вообще. То есть у меня, что я должен здесь получить в консоли, у меня должен запуститься вот этот скрипт. То есть сначала он должен сюда, понятно, подтянуться, потом запуститься, и я должен в консоли получить вот эту строчку. Вот эту строчку. Для начала, да? Пробуем. Как видите, мы это получили. Вот она, эта строка. Что нам это дает? Нам это дает то, что еще раз говорю, да, что мы можем у гражданина фликра запросить вот эту строку, и когда она вернется, да, сделать так, что наш, воткнуть ее в элемент скрипт, и, соответственно, вот эта часть кода вся будет расценена как JavaScript. А с точки зрения JavaScript, а здесь идет вызов функции JSON Flickr Fit с передачей ей какого-то параметра, да? Соответственно, мы можем этот параметр получить. Но здесь не все так просто. Для чего я, собственно говоря, и сделал это демо, а не просто то, что это действительно у нас очень хорошо получится, но только одноразово при загрузке этой страницы. Посмотрите, что я теперь буду делать. Теперь я попробую, теперь мне нужно, чтобы вот этот скрипт, вот этот скрипт, да, отработал не при загрузке этой страницы. Обратите внимание, да, а при нажатии кнопки, при нажатии кнопки. Посмотрите, когда я нажимаю кнопку картинка, да, картинка, у нас каждый раз, у нас каждый раз здесь и исполняется что? Здесь, к сожалению, этого не видно, да? Давайте-ка попробуем это сделать вот здесь. Он должен побольше информации предоставить. Вот он. Скрипт загруженно исполнен. Вот мы картинку пытаемся. Вот, видите? Посмотрите, каждый раз, когда я нажимаю кнопку картинка, десятый раз нажал, у нас исполняется, браузер исполняет в лице Яваскрипта, точнее, Яваскрипт в лице браузера, кому как нравится, он ищет эту картинку, которую я определил. Понятно, что картинки нет, но факт тот, что каждый раз, когда я нажимаю на кнопку, он тут же посылает запрос на эту картинку. То есть у нас исполняется вот эта часть кода, нажимали, он тут же идет искать эту картинку, и понятно, что если он ее найдет, он тут же присвоит этому HTML элементу имидж новую картинку, ну, или та, которая там написана. Однако, что произойдет, если я буду нажимать на кнопку скрипт? Получим ли мы вот эту строчку еще раз или нет? Да? Обратите внимание, пробуем нажимать на скрипт, и ничего у нас не происходит вообще. К сожалению, да? То есть мораль какая? Мораль такая, что этот скрипт, он подцепился вот сюда единожды, единожды при загрузке он исполнился, что хорошо, если нам надо только это, то мы на этом успокоились бы и были удовлетворены. Однако, если я хочу динамически, как сейчас, по нажатию кнопки все это дело делать, то на самом деле вот эта часть, вот эта часть, у нас ничего не происходит и не отрабатывает, как видите. то есть никакого запроса сюда не идет, и только, да, и вот это, понятно, ничего не происходит. Возникает вопрос, возникает вопрос, что же нам делать, да, и как же нам быть? мы можем сделать очень просто, друзья мои, мы сделать можем очень просто, да, в самом деле, посмотрите, если мы сейчас, это я могу убрать, картинка мне уже, в принципе, не нужна, кнопку мы тоже берем, дабы она здесь не светилась, да, посмотрите, что будет, если я сюда, если я сюда, воткну вот эту стройку, воткну эту строчку, вот сюда, вот сюда я втыкаю эту строчку, втыкаю эту строчку, это мы, естественно, перезагружаем, посмотрите, он подцепил, он говорит так, у меня функция JSON Flickr Fit не определена, так, ну мы, понятно, сейчас ее определим, почему нет, мы просто напишем, что у нас здесь есть некая функция, function, function, JSON, Flickr Fit, Flickr Fit, а сюда будет, сюда будет приходить, ой, сюда будет приходить некий параметр, параметр, ну то есть, это тот самый JSON объект, на самом деле, да, вот мы можем его так, наверное, грамотнее обозвать, JSON объект, console.log object, да, вот, теперь у нас такая функция есть, посмотрите, что у нас теперь произойдет, да, ага, да, стоп, sorry, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть мы, конечно, неправильно сделали, ой, да что ж такое-то, кнопки не те нажимаю, передвинем местами, а то у нас получается, загрузка получается до того, итак, вот я, обратите внимание, перегружаю это дело, перегружаю это дело, и, это опечатка, опять же, моя ошибка, нормально, рано или поздно все получится, ага, вот оно получилось, обратите внимание, вот в console.log вывелся наш объект, вот он, вот они, а эти мы, вон их куча этих картин, вот берем любую картинку, и все отрабатываем, то есть, еще раз, что у нас произошло, что у нас произошло, мы просто, мы просто, описали функцию по имени json flicker fit, которая принимает некий параметр, что делать с этим параметром, наша проблема, я его просто вывожу в консоль, мы его можем, понятно, принять в переменную, там, потом делать с ним все, что угодно, да, вопрос, как, кто запускает эту функцию, запускает ее этот скрипт, потому что мы скрипту подтягиваем, обратите внимание, да, даем вот этот URL, да, в отличие от использования объекта, xml, теперь, реквест, здесь нет никаких запретов, в самом деле, в качестве источника скрипта, мы можем указывать любой адрес, неважно, совпадает наш хоз, или не совпадает наш хоз, соответственно, поскольку идет запрос по этому адресу, как мы уже говорили, да, запрос по этому адресу идет, и в виде ответа приходит вызов функции, да, вот таким вот образом, то есть, грубо говоря, содержимое этого скрипта, содержимое, то есть, после того, как этот скрипт исполняется, после того, как этот скрипт исполняется, да, там внутри, я сейчас в виде комментария сделаю, да, там внутри оказывается вот такая строка, вызови json flicker fit, и вот, то есть, вызывается, да, и передается ему параметр, поскольку я описал такую функцию, она, соответственно, вызывается, параметр передается, мы его можем наблюдать здесь, прямо в консоли, то есть, как видите, все работает, правда, но тут проблема в чем, как я уже сказал, это получается у нас дело ровно одноразовое, правильно, одноразовое, при загрузке, что будет, если я теперь захочу то же самое, то же самое сделать по нажатию кнопки, по нажатию кнопки, у меня ничего не произойдет, то есть, грубо говоря, опять же, я сейчас беру вот эту вот строчку, беру вот эту строчку, да, влепляю ее, например, сюда, давайте мы ее сделаем, вот так, чтобы разбить, вот так, url, а сюда этот url, сделаем, да, то есть, обратите внимание, мы получили фактически то, что хотели, да, правда, мы, конечно, не в формате xml, получили в формате json, но, тем не менее, это все даже очень хорошо, да, еще раз я перезагружаю нашу страницу, вот, все, объект пришел, но только при, только при загрузке, при загрузке, если я теперь начинаю нажимать на эту кнопку, то ничего не происходит, да, я не получаю этого, никакого объекта, да, если я сейчас очищу консоль, то мы увидим, что тут ничего нет, ничего нет, а мне нужно, чтобы это происходило по нажатию кнопок, вот, но, разбираясь с тем, что скрипт загружается только при загрузке страницы, мы приходим к выводу, и этот на самом деле вывод правилен, что скрипт загружается и исполняется ровно один раз, когда вот этот вот элемент создается, да, то есть на самом деле, опять же, то, что мы говорим, что скрипт запускается, подтягивается и запускается при загрузке страницы, это не совсем верно, он подтягивается и запускается в момент создания, для создания вот этого HTML элемента скрипт, да, потому что когда мы запускаем первый раз эту страницу, создаются элементы, там, HTML, head, body, всякие разные, и вот когда доходит дело до этого, создается новый скрипт, и вот именно при новом скрипте, ему это все передается, и он запускается, если есть, если же скрипт, когда мы нажимаем на кнопку, то скрипт уже отработал свое, то есть он уже созданный, соответственно, в созданный ничего не передается, соответственно, нас это подталкивает к чему? Нас это подталкивает к тому, что нам нужно просто-напросто создавать при необходимости этот элемент, то есть, что мы сделаем? Мы просто-напросто, когда мы будем нажимать на кнопку, мы создадим элемент, ну, простенько его назовем скрипт, поскольку мы умеем создавать элементы через документ, create элемент, именно с таким именем, именно с таким именем, мы его создали, и теперь мы его выбираем, мы его выбираем, только мы не его на самом-то деле выбираем, да? Вот, смотрите, мы создали скрипт, теперь этому скрипту элементу в source, мы определяем наш url, url, вот, а для того, чтобы он у нас не висел в воздухе, он же нам нужен в нашем дом-дереве, мы выбираем head, мы выбираем head, и добавляем ему ребенка в наш скрипт, append child, s, да? Вот так. То есть, еще раз, да, что у нас, что у нас происходит, что у нас теперь будет происходить, у нас будет происходить то, что когда мы, опять же, нажмем кнопку, нажмем кнопку, запускается наша функция, мы динамически, то есть на лету, создаем элемент скрипт, и присваиваем ему источник, да, вот этот адрес, чтобы он загрузил, поскольку он вновь созданный, то скрипт будет загружен, и скрипт будет исполнен, после чего мы его, опять же, для того, чтобы он был, точнее, он будет загружен, чтобы он был исполнен, мы его добавляем ребенком к head, где он должен быть, ну, собственно говоря, не обязательно head, можно там и к body добавить, и, в принципе, куда угодно, да, вот, теперь мы, опять же, обратите внимание, возвращаемся сюда, перегружаем нашу страницу, мы видим это, то, что у нас было до того, то есть, как видите, скрипт загрузился, исполнился, теперь пробуем нажать на кнопку, и, о чудо, посмотрите, все то же самое, то есть, мы динамически, спокойно, подтягиваем удаленный скрипт, то есть, это строка, которая на самом деле является строкой, вот, которая, как я уже говорил, да, возвращает нам, просто-напросто, функцию, которая вызывается, и передает в качестве параметра, JSON объект, то есть, все, что нам нужно сделать, все, что нам тупо нужно сделать, это просто описать эту функцию с таким именем, и тот параметр, который мы здесь укажем, это и будет наш искомый JSON объект, ну, а далее мы можем делать с ним все, что хотим, единственный вопрос, который может здесь возникнуть, что если по каким-то причинам мне неудобно использовать вот такое имя, в конце концов, это ограничение, согласитесь, нашей воли, да, ну, может быть, разное, вполне возможно, что это нарушение именования, да, может быть, у нас есть какие-то правила именования функции, или что-либо еще, так или иначе, я хотел бы, например, чтобы это называлось функцией, не JSON, Flickr, Fit, а как-то по-другому, для этих целей, для этих целей, мы можем, вот этому параметру, JSON, Callback, указать значение, в виде значения имя функции, которую он должен возвращать, то есть, в нашем случае, Flickr возвращает эту, вот этот вызов, именно этой функции, с этим именем, по умолчанию, если я сейчас напишу, обратите внимание, здесь, после JSON, Callback, напишу там, какой-нибудь, фу, или, или, myfn, вот такого плана, да, вот, то обратите внимание, вот я написал, myfn, нет проблем, сказал он, и возвратил вызов, вызов именно той функции, которую я указал, да, поэтому, пожалуйста, можем переименовать, нашу функцию, в, myfn, myfn, здесь, дописываем, желаемое имя, myfn, вот так вот, и, собственно говоря, вы увидите, ну да, здесь у нас тоже, да, идет, на самом деле, хотя, можно и то оставить, по умолчанию может такое быть, по умолчанию можно хоть десяток функций нагромоздить, вот, теперь, здесь, понятно, будет возвращаться, вот таким вот образом, да, вот так, в нашем случае, это, ну и туда, тоже самое, нет проблем, мы перегружаем это дело, как видите, на онлоуде, все произошло, и, при нажатии нашей кнопки, тоже, все происходит, и, опять же, для уверенности в том, что это не какое-то чудо, именно современное, которое работает в самых последних версиях, Google, Chrome, Firefox, как видите, это у меня работает, даже в интернет-эксплоре, ветка которого уже закрыта, ну, надо сказать, что это интернет-эксплорер 11, ну, я все-таки считаю, что пользоваться интернет-эксплорером версии меньше, чем 11, в 2000, а я вам скажу так, в 2019, фактически, году, это уже стыдно, да, вот, вот таким вот образом, обратите внимание, легко и непринужденно, понимая, конечно же, что при этом, не просто выписывая, какие-то непонятные закорючки, а понимая, что при этом произошло и почему это произошло, мы обошли стандартное ограничение при использовании под АЯКСовского подхода, АЯКС, когда мы используем стандартный объект XML-очки-перекретики. Ну, понятно, что здесь, конечно же, та служба, к которой мы обращаемся, должна знать и поддерживать вот эту оберточку над JSON-ом, ну, во-первых, она должна вообще JSON уметь возвращать, ну, и вот обертку в виде JSON-P, потому что, если этого нет, то, конечно, нам ничего не получится. Ну, в принципе, многие нормальные, современные службы это знают и умеют. Вот, вкратце, как я уже говорил в самом начале, небольшое дополнение к нашему курсу по АЯКСу, потому что, еще раз говорю, мы там это не затративаем, эту тему, там и без этого тем хватает, еле-еле укладываемся, поскольку курс достаточно насыщенный, а теперь вы об этом деле предупреждены и вооружены. Кто предупрежден, тот вооружен. Засим. Спасибо вам всем за внимание. До новых встреч.